Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 12.15 по GMT выступление представителя банка Англии Кэтрин Манн. Важно сейчас послушать точку зрения еще одного чиновника Банка Англии после выступления Белли для того, чтобы уточнить перспективы британской монетарной политики. Я думаю, что вы интересуетесь британской валютой. Пара фунт-доллар торгуется на максимум за два с половиной года. Практически рекордные показатели интереса к британскому валютному активу по-прежнему очень высокий. И раньше мы как раз объяснили, что фунт точно будет обновлять максимум, потому что ему позволит это сделать. Слабости американского доллара и идея того, что Банк Англии пока что очень сильно зациклен на идее сохраняющихся инфляционных рисков. Может быть, даже это не теория, это аргументированное решение, которое опирается на конкретную статистику. Высокие показатели по деловой экономической активности и высокие показатели по росту зарплатных плат. Вот почему Банк Англии пока что идет замыкающим регулятором, который не хочет активно смельчать экономическую политику. Ну, к фунту ладно, мы еще вернемся. Вот, кстати говоря, Кэтрин Манн может уточнить, либо повторить точку зрения Бейли, потому что она известный ястрип, скажем так, среди элиты чиновников британского регулятора, и это может стать дополнительным фактором роста для фунта. В 14.30 по GMT ждем данные по запасам нефти США, и в 20.00 по GMT выступление представителя Федрезерва Бостича. Тоже мы знаем его позицию, уже несколько раз он высказывался в пользу снижения бюджевой процентной ставки. Ну, возможно, идея снижения процентной ставки, она уже не очень-то кого мотивирует на трейдинг, потому что все прекрасно знают, что ставка будет снижена, и все уже давно неплохо смогли заработать на развитии нисходящего тренда по американской валюте. Я, друзья, очень хочу в это верить. Индекс доллара текущей котировки 100.60. Ждем тестирования психологической круглой планки 100 пунктов, а вероятность этого крайне высока. Но для того, чтобы это произошло, не хватает пока что старого фундамента. Нужны дополнительные вводные, нужны более-менее сильные махроэкономические отчеты на этой неделе. До конца этой пятидневки у нас будет еще два релиза. Это данные по ВВП за второй квартал, которые выйдут завтра, и индекс расходов, базовый индекс расходов на личное потребление. Всем известный индикатор, который характеризует как наиболее предпочтительный индикатор текущей ситуации с инфляцией. То есть обычно рынок анализирует этот отчет как опережающий показатель изменения потребительских цен в текущем периоде. То есть есть предпосылки еще до выхода августовских данных по инфляции понять, что произошло с ценами. Но я думаю, что мы и дальше будем работать с дезинфляционным трендом, о чем, собственно, говорил Джером Пау на выступлении в симпозиуме Джексон Холли. Так вот, если вернуться к тем релизам, которые я назвал, в четверг и пятницу, то есть конец этой недели, могут привнести более интересную динамику в индекс доллара. И я рассчитываю на то, что эти отчеты отправят все-таки индексы на тестирование в район 100 пунктов. Но если будет коррекция, я опять же этому ничуть не удивлюсь, наверное, как и вы, потому что ну прямо агрессивно распродают доллар в последнее время без каких-либо откатов. Что касается перспективы снижения ключевой процентной ставки. Буквально до сентябрьского заседания, с вашего позволения, я буду постоянно делать акцент на то, как меняются настроения, касающиеся того, насколько ее снизить. Буквально вчера говорили о том, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов была 28%. Сегодня уже 32%. И после отчета в четверг и пятницу картина, конечно же, изменится еще более существенным образом. Золото 1515 долларов за тростку унцию, максимум сегодняшнего дня был 2529. Прямо в одном маленьком шаге были обновления исторических максимумов. Золото растет и концептуально, и за идею дальнейшего роста, и за доллары, и за трежерис, и рыночный сантимент. Текущее распределение большинства и меньшинства 35 против 65. Меньшинство остается в длинных позициях и, соответственно, трактуем этот индикатор однозначно. Ни в коем случае нельзя быть на одной стороне, друзья, с толпой. Потому что вы знаете лучше меня. Рынок так устроен, что он никогда не позволит заработать большинству. Локальным фактором поддержки для золота также выступил рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Буквально несколько дней назад мы всерьез рассчитывали получить подтверждение доказательства перемирия в секторе газа. Однако в выходные мы снова возобновили взаимные удары между Израилем и Избалой. Соответственно, это существенно снизило вероятность урегулирования конфликта и заключения какого-то мирного соглашения. К сожалению, да, вот так снова произошло. Мы ушли уже на десяток круг касательно этих рисков. И понимаем, что трейдеры будут все чаще в таких условиях, инвесторы в основном даже, обращаться к защитным инструментам. Европейская валюта против доллара 1,1160, картина так же существенным образом не меняется. Если говорить непосредственно о национальной статистике, например, по той же самой Германии, там все плохо. Индекс бизнес-оптимизма снижается три месяца подряд. Показатель УП Германии во втором квартале снижение на 0,1%. Индекса потребительского доверия тоже худший показатель за год. И, казалось бы, на такой статистике у Европейского Центрального Банка должно быть больше оснований для смягчения экономической политики. Но ЕЦБ тоже пока что побаивается появившихся, возникших рисков усиления инфляционного давления. Особенно после июльских данных по инфляции, когда в еврозоне показатель вырос до 2,7%. Базовая инфляция остается там чуть ниже 3%, то есть далеко от целевого значения ЕЦБ 2%. Кроме того, Филипп Лейн на этой неделе отметил то, что сейчас преждевременно торопиться с смягчением экономической политики дальше, потому что рано еще объявлять победу над высокой инфляцией. Я полностью разделяю его точку зрения, поэтому много раз уже вам говорил, что было бы круто для тех, кто ставит на дальнейший рост европейской валюты, все-таки дождаться от ЕЦБ пропуска в сентябре потенциального снижения влечевой процентной ставки. Потому что на этом фоне трейдеры смогут затащить евро еще выше и воспользоваться дополнительной поддержкой также еще слабого американского доллара. Британская валюта уже проговорила в двух словах 1.3246 текущей котировки. Ну что в текущем фундаменте и мощнейшем восходящем тренде, и, конечно же, нужно рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Доллар иена 144.40. Ждем снижения процентной ставки. Несмотря на то, что я все-таки придерживаюсь сценария, что Банк Японии, точнее, ждем повышения процентной ставки, Банк Японии ужесточит политику еще один раз до конца этого года, но думал раньше, что это произойдет в ноябре. Но вчера наткнулся на очень интересную статью от аналитиков Банков Америка, где они копаются в компонентах инфляции, в последних комментариях у Эды делают акцент на текущую экономическую неопределенность и больше даже политическую и решили, что через все, скажем так, выводы, которые напрашивали сами собой, прийти к суждению, что Банк Японии может поднять процентную ставку даже в сентябре. Если это произойдет, друзья, то мы с вами гораздо раньше увидим поддержку 140 иен за один американский доллар и, вероятно, даже еще ниже. Можно присоединяться к этой сделке на средний долгосрок, она принесет очень хороший результат, потому что не забывайте, что доллар и иена – это самый лучший, самый идеальный контраст монетарных политик в торговле активами на соотношение политик двух центральных банков – Федрезерва и, соответственно, Банк Японии. Очевидная, мне кажется, тактика к действию, поскольку очевидны решения, что Банк Японии, что Федеральная зеленая система. Австралийство против доллара 0,68. Новые максимумы, наша цель 0,6970, и там будем фиксироваться, потому что взяли практически все вот это восходящее движение. Буквально час назад чуть больше вышли данные по индексу потребительских цен в Австралии. Индекс снизился с 3,8% до 3,8%, это 3,5%, это июльская статистика. Но все равно индекс остается существенно выше целевого значения. Базовая инфляция также держится на отметке 3,9%. Никоим образом эти релизы не повлияют на решение Резервного банка Австралии. Мы помним риторику Мишеля Буллок о том, что ставка может быть даже повышена из-за сохраняющегося давления на домохозяйство. И, кстати, в эту пятницу выйдут данные по роничным продажам Австралии. Как раз посмотрим, насколько сильно высокая инфляция сейчас давит на показатели роничных продаж. Если будут предпосылки для того, чтобы мы с вами увидели очень, и по факту увидели бы, слабые показатели, то будем рассчитывать действительно на ужесточение политики, на более радикальные действия со стороны австралийского регулятора. И что касается еще двух инструментов, это американский фондовый рынок, S&P 500, текущие котировки 5,640. Друзья, новый исторический максимум, возможно, уже в ближайшей торговой сессии. Не забывайте, что это как раз тоже идеальные условия для того, чтобы работать по тренду. Причины, которые поддерживают S&P, ситуация с долларом, обвал доходности американских облигаций. И рынок нефти 78-76, я по-прежнему, несмотря на геополитические риски, несмотря на события в Ливии, за идею дальнейших продаж, потому что эти геополитические риски мы обсуждали уже миллион раз. Я думаю, что все, что они могли, тот фактор, который мог сказаться на разгоне котировок нефти из-за эскалации напряженности, он уже полностью себя отыграл. И дальше лучше фокусироваться на долгосрочных проблемах, которые могут отправить цены ниже 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!